приветствую всех с вами снова мимоза фахрудинова это цикл лекция русский язык с мимозой мы говорим о процессах современном русском языке и сегодняшнее пятое видео будет последним заключительным напомню что было четыре видео до этого мы говорили и о языке рекламы и а психологической лексики и о заимствованиях и а этим логических моментах связанных с происхождением слов сегодня давайте будем обобщать поэтому и лекция назвала следующим образом активные процессы в русском языке новейшего периода давайте сначала обозначим их то по порядку первое это англицизм и об этом мы говорили заимствованная лексика 2 это психологическая лексика да это тема второго видео 3 это феминитивы сегодня мы обязательно о них расскажем четвертое диминутивы или диминутивная лексика это слова с уменьшительно ласкательными суффиксами пятое это канцелярит в речи мы очень часто используем слова которые свойственны документам а используем там где этого делать не стоит и шестое это язык интернета естественно он имеет свои особенности по поводу англицизмов да уже в предыдущем видео я говорила о том что в основном все эти слова имеют происхождение связаны с компьютерными технологиями вот хочу поделиться такой шуткой я в школьные годы тоже занимался с кофаундерами в каворкинге инновационными стартапами в рамках коллаборации инициированный локальным айти хабом муниципального хай-тек кластера смысле ходил в кружок юных техников при местном дворце пионеров вот пожалуйста изобилие заимственной лексики если вы видите вся она связана так или иначе с компьютерными технологиями пробью с головного мозга у нас тоже была лекция да кто такие абьюзеры что значит газлайт вот это слово сейчас является необыкновенно популярным соответственно если хотите поподробнее изучить эту тему то рекомендую вам посмотреть мое второе видео давайте перейдем к третьей теме о которой я еще не говорила эта тема феминитивов и вот смотрите я представляюсь следующим образом меня зовут мимоза фахрудинова и я лингвист согласитесь представиться я помогла по-другому я мимоза фахрудинова и я лингвистка вот лингвистка авторка блогерка вот эти слова как раз таки является феминитивами посмотрите такую шутку нашла на эту тему феминитивы слова образованные методом насильственного трансгендерного перехода тут и психологии включается наша любимая но и соответственно феминитивная лексика скажите пожалуйста а как ответьте себе на вопрос точнее как вы относитесь к этому явлению как вы относитесь к вам авторка лингвистка специалистка блогерка до фельдшерица на самом деле лет десять назад про феминитивы ну говорили только лингвисты кстати это слово используется использовался раньше как фемина тивы до через букву а сейчас эти слова превратились вот как раз в пресловутые феминитивы одних проклинают другие отстаивают третье увлеченно конструирует шоферка прозаичка философиня в дискуссиях транслируются лингвистические мифы в том числе главный что можно повлиять на изменения языка путем принятия решений каким-либо автор но авторитетным источником так скажем это невозможно потому что язык живой как жизнь до используя фразу корней чуковского до живой как жизнь это язык который меняется поэтому приятно что люди стали внимательнее относиться к тому что и как говорят за ответственный вырос интерес к русскому языку в целом вот нашла тоже такую шутку если он специалист она специалистка то он кочегар она кочегарка он сторож она осторожка о чем это о том что вот к любому существительному мужского рода приделывать суффикс к нельзя потому что естественно здесь возникают либо слова которые вызывают вопрос а почему потому что но слова старушка или вот смотрите слова пилоты пилотка до слова пилотка имеет совершенно другое значение до головного убора поэтому не можем так образовать лицо женского пола но соответственно я не знаю китай 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 к это соответственно сорт яблоко естественно говорить о том что это слово обозначает женщины мы категорически не можем поэтому такое оголтелый присоединение суффикса к к любому существительному мужского рода невозможно более того давайте к этому вопросу подойдем к следующим образом разберем образование феминитивов с четырех точек зрения первое по происхождению в русском языке в принципе не было пару слов няня медсестра и швея здесь можно обозначить псевдопары в словах машинистка машинист и техничка техник то есть мы говорим о том что есть слова которые в принципе не имеют варианта женского мужского рода и тогда возникает вот эти псевдопара второе образование феминитивов по форме выделяется целый калейдоскоп женских суффиксов например суффикс чится в слое волчица и не графиня их а врачиха нет сопроводница к блогерка ша секретарша щица уборщица и со актриса еса стюардесса я бегунья и архаичный суффикс ха слове пряха видите какой изобилие по форме образования до 3 по интонация от просторечия до нейтральности врачиха просторечная певица нейтральная парикмахерша разговорная но доктор ши еще более разговорная слово учительница для нас очень привычно но согласитесь литературном языке мы используем только слово учитель а учитель года поэтому мы говорим о том что вот эта интонация она может меняться и придавать разные оттенки четвертое по идеологии партнерка звучит гораздо более актуально по сравнению с партнершей как и авторка с авторшей то есть вот это вот новизна суффикса к собственно говоря заимствование тоже же у нас приносит новизну в язык здесь выражается более того хочу привести вам слова которые употребляются и зафиксированы в словарях литературные до формы смотрите донтистка акушерка портретистка фельдшерица писательница и хочу назвать слова которые являются разговорными формы соответственно в словарях их нет маникюрша секретарша инспекторша музыкантша и комбайнерка вообще суффикс ша очень часто называется суффиксом жены командирша да или генеральша этим суффиксом раньше обозначали жену какого-то человека либо такое сниженное пренебрежительное может быть отношение да раскомандовалась тут командирша вот в этом значении давайте обозначим три правила по выбору суффикса да чтобы вы понимали как это происходит механизм образования феминитивов первый суффикс и не в словах с корнем на букву фэгэ то есть фотограф фотографиня или биологиня мы этот суффикс и не добавляем после основ на фэгэ второй это суффикс и ца который добавляется к основам на тель учительница и суффикс их слове ученица но собственно говоря лингвистическую конкуренцию мы видим между суффиксами к и ша и давайте посмотрим правила по их употреблению первое после шумных согласных в том числе и после буквы т 80 процентов случаев употребляется суффикс к например слове студентка второе после основ на сонорной согласной с конечной ударный гласной 60 процентов случаев используется суффикс ша например слове командирша и 40 процентов случаев используется суффикс к слове коллекционерка и третье после основ на сонорной согласность не конечной ударной 85 процентов случаев до и 100 используется суффикс ша продюсер ша смотрите мы говорим о том что сонорным здесь будет суффикс буква ре, чтобы вы вспомнили ле-ре-мэ-не, это сонорное согласное, продюсер, основа на ре, и конечный получается звук неударный, второй здесь ударный, продюсер. И в этом случае в 85 случаях из 100 мы добавляем суффик ша, продюсерша получается. Вот такие правила по выбору суффикса в феминитивах. Что хочется сказать целым? Феминитив это способ самовыражения. Но только время покажет, останутся блогерки те же самые и авторки, да, или нет. Вот смотрите, я лингвист или лингвистка? Вот, по-моему, каждый человек как хочет, так и говорит. Можно представиться и так, и так, да. Но в некоторых случаях наблюдается избыточность. И вот я здесь перевожу слово поэт и поэтка. Мне кажется, что поэтесса прекрасное слово. Мне кажется, что Анна Ахматова талантливая поэтесса. Сказать, что Анна Ахматова поэтка, то есть какое-то, ну, в моем личном восприятии такое пренебрежение происходит. Поэтому понятно, что выбирать каждый может сам, как ему называться, но иногда наблюдается некая избыточность в этом. Хочу сказать, что это явление в словарях. Многие слова не зафиксированы, поэтому знаете, что у них фиксации нет. А будет ли это фиксация? Пока же только время. Помните, я вам сказала о том, что есть еще одно активное явление для русского языка. Да, я назвала вам англицизм, я называла вам психологическую лексику. Вот мы разобрались с феминитивами. Еще одно явление — это диминутивы. Представьте, я скажу, меня зовут мимозочка, приветики, да, приветики, как делишки, меня зовут мимозочка. Вот как вы среагируете на такое мое представление? Да, это диминутивная лексика. Да, вот фразы, которые мы очень часто используем. Масочку наденьте, иначе придется платить денежку. Или предъявите ваши документики. Или, девочки, освободилось окошко, записывайтесь на ноготочки. И вообще вот эта вся бьюти-сфера, она связана с диминутивами, да, я не знаю, кремулька какая-нибудь и масочка. Трубочку не кладите, пожалуйста, или запишите мой телефончик. Вот эти вот фразы мы очень часто используем в своей речи, и эти фразы содержат диминутивную лексику. Давайте подумаем, откуда, собственно говоря, эти слова взялись. Кстати, вот слово диминутив, я здесь его пишу через букву Е, но он имеет вариант с буквой И в написании. То есть можно написать и диминутив, и это не будет ошибкой. Вот такой интересный факт. Это я отвлеклась на орфографию, потому что русская орфография, помните, мы с вами говорили о том, что имеет много разных исключений, да? На самом деле ноги растут из детско-родительских отношений. Я вот здесь обозначила под цифрой 1. Детско-родительская коммуникация. Мы говорим о том, что с детьми мы используем слова сосочка, носочек, ложись на подушечку, да? И вот в этом случае, мне кажется, даже взрослый хочет спать, да? Закрывай глазки и ложись на подушечку. Представьте, если ребенку мы говорим закрывай глаза и ложись на подушку. То есть другое восприятие речи. Почему? Потому что это выражение любви к ребенку. И это нормально, и это необходимый элемент общения. Дальше уже возникает неформальный этикет. А вторая функция. В общении взрослых между собой слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами выполняет те же самые функции. Выражение положительных эмоций, нежности, настройка собеседника на позитивное восприятие, маркировка объектов личного круга. То есть человеку из личного круга я могу там сказать, давай-ка выпьем чайку. Естественно, человеку незнакомому я так не скажу. Поэтому здесь вот про неформальный этикет тоже нужно сказать. Третье – это языковая игра. Ну вот шутка, да? Приезжает лилипутик в автомастерскую и говорит, бензинчиком не залейте, маслицем моторчик смажьте, салончик почистите. То есть мы используем эту лексику, диминутивную лексику, с точки зрения языковой шутки. Особенно, знаете, все-таки женщины используют часто ведь диминутивы, а вот от какого-то мужчины услышать такую лексику будет странным. Это и есть языковая игра. Особенность употребления диминутивов, давайте скажем об этом. Возможности таких суффиксов восхищает. Чего стоит только один тренеришка, которого до сих пор припоминает футболисту Артему Дзюби. После тех слов Дзюбу подкалывали прозвищем игрочишка. Заметим, что у винишка и сынишки таких проблем нет. А ведь суффикс один и тот же. То есть, смотрите, мы говорим о том, что на самом деле одна и та же самообразовательная конструкция может восприниматься совершенно по-разному. Я вот здесь привожу две фразы. Первая. Я тебе работенку нашел. Мы видим здесь диминутив, да, в слове работенку. Но это слово имеет практический смысл, и мы к нему относимся нормально. А второе. Ну, я не знаю, как вы, но фраза «любимый мой человечек» или вот это «ты мой любимка» они, конечно же, многих раздражают. Поэтому разное отношение к этой диминутивной лексике может быть. Но фраза вот тоже, да, она же, опять же, и демонстрирует богатство русского словообразования и диминутивную лексику. У расставашки всегда печалька, сократик. Я ее уже в своем цикле говорила, упоминала. Я думаю, если вы смотрели предыдущие четыре видео, то вспомните эту фразу. Какие же диминутивы нас раздражают? Я здесь перевела только три тематические группы. Понятно, что их можно выделить больше. Это родительства, беременяшки, мамочки, детки, сосочка и смеська. Это бьюти-сфера или сфера красоты и здоровья, так скажем, да, ноготочки, чудненькие бровки, губки, кремулька и масочка. И третья группа – это еда. Кофечка, бутербродик, мяско, тортик, десертик, оливьешка, печеньки, селедочка и вкусняшки. Я думаю, вы продолжите эти ряды с какими-то своими словами, потому что их много. Следующая черта, языковая черта, пятая черта. Помните, я говорила про канцелярит речи или канцеляризма в речи. На самом деле, язык чиновников понимает всего 5% россиян. К такому выводу еще несколько лет назад пришли эксперты Санкт-Петербургского государственного университета. Они проанализировали более 36 тысяч законодательных актов из разных сфер деятельности и выяснили, что чиновничьи манеры изъясняться недоступны большинству людей. Почему? Давайте разбираться. Вот здесь я нашла такую, как мне кажется, интересную фразу. «Приносим временные извинения за искреннее неудобство». Здесь, естественно, спутаны слова, да, наше привычное такое восприятие. «Приносим искреннее извинение за временное неудобство». То есть мы можем увидеть где-то, где происходит ремонт дороги, да, подобные фразы. И мы на самом деле воспринимаем их как определенный шаблон. Помните, в первом видео при рекламе я говорила, что в русском языке 5 функциональных стилей. И официально-деловому стилю свойственна вот эта вот шаблонность, да. И вот мы говорим о том, что это неплохо, если это документ. Но когда этого очень много, и когда чиновник выступает перед людьми и какой-то доклад читает, то, естественно, речь нужно сделать, ну, такое максимально понятное для людей, а то как будто идет такой, знаете, отрыв от народа, да, и, соответственно, вот эти 5% россиян ничего не понимают. Понимают, точнее, а остальные 95% нет. Тем более употребление диминутивной в лексике и в ежедневной жизни вызывает вопрос. Вот произошло закипание супа. Естественно, суп закипел, я картошку почистил. Когда вы услышите от знакомого, близкого человека, я осуществил чистку картошки, можно подумать, что с ним что-то не так, да. Почему? Потому что такие выражения свойственны официально-деловому стилю. Давайте разберемся в языковых признаках канцелярита. Ну, вот здесь я их обозначила 7. Первое – это причастие. Скачущие, метущие, подумавшие, сделавшие, читаемые, прослушанные. На самом деле грамотное употребление причастия в устной и в письменной речи – это показатель знания языка. Они по образованию своему тяжелы, по произношению тяжелы и являются признаком письменной речи, а в частности официально-делового стиля. Второе – цепочки родительных падежей. Повышение чего температуры, температуры чего тела. Это короткий пример. Бывают огромные конструкции, где родительные падежи за родительным падежом строятся и выстраивается такая цепочка. Третье – отглагольные существительные. То есть это существительные образованные от глагола. Повышение – от повышать, применение – от применять, культиваться – от культивировать. Четвертое – пассивный залог. В речи чиновника никто не действует сам. Все только подвергаются каким-либо действиям. Как дети, которые подлежат отдыху. Поэтому он никогда не скажет, что провел проверку. А только проверка была осуществлена. Пятое – предлог по. В последние годы, кажется, вытеснил из официальной речи все остальные. Настоящий чиновник не обсуждает вопросы производства колбасы. Он работает по колбасе. Эффемизация. Замена неблагозвучного слова благозвучным. Сильных слов слабыми. О взрыве, часто говорят, хлопок, наводнение называют подтоплением, пожар задымлением, а падение рубля – отрицательным ростом. Ну и седьмой признак – это прилагательные данные. Чиновник не говорит в этом случае, только в данном. Он не обсуждает эту проблему, только данную. И вот смотрите, такой диагноз. Открытый переломный момент со смещением приоритетов в результате падения с высоты своих иллюзий. Насколько сложно мы говорим о каких-то простых вещах. Поэтому и канцелярит, он, конечно, усложняет нашу речь. Давайте обозначим основные языковые тенденции в языке. Первое. Появляются новые явления и предметы, которые отражаются в языке. Это слова удаленка и антиваксер. Второе. Другие явления отмирают вместе со словами для их обозначения. Например, отправить факс сейчас совершенно не актуально. Третье. Новые слова, которые потом идут по пути упрощения и интеграции. В 2020 году все говорили «коронавирус», а сейчас в основном используем ковид. Четвертое. Стало много разных переписок в интернете со специфическим стилем, которому свойственны сокращения, что отражается на устной речи. Например, лол, СПС, ПЖ. Пятое. В интернет-переписке формируются способы передачи интонации. Тревожная точка, агрессивный смайл и капслок. Следующее. Формирование новых грамматических конструкций. Я думаю, то, что это интересный фильм. Или конструкция «можно, пожалуйста» — это калька с английской фразой «can I please». Можно, пожалуйста. И последнее, седьмое — это карнавализация языка. Этот термин я взяла из статьи Марии Николаевны Крыловой. И вот эта вся языковая игра, о которой мы сегодня говорили, в предыдущих эпизодах говорили, это как раз пример карнавализации языка. Язык вот такой приобретает функцию игры. Вот смотрите, язык интернета — это последняя черта современного русского языка, о котором я хочу сказать. Естественно, молодежь сейчас очень много проводит времени в мессенджерах. Смотрите, виды сетевых правописательных маньяков. Ставят много многоточия в конце предложений, используют много скобок. Вот такой шрифт, видите, да, какой разный. Странные смайлики, больше капса везде, капслок, когда мы используем, да. Пугающий смех, ахахах. Пишет без пробелов, соответственно, невозможно прочитать, что там написано. И самый опасный — пунктуация соблюдена, все слова написаны правильно. Тогда какой-то такой агрессивный момент здесь и есть. Еще точка в конце стоит. Вот это вот язык интернета, который, соответственно, сейчас необыкновенно популярный, имеет свои особенности. Вообще сказать о том, что будет впереди, мы не можем. Мы, да, в своем курсе обозначили некие языковые явления в русском языке, современном. Что будет дальше, я не знаю, но вот нашла шутку на эту тему. 2050 год, урок русского языка. И запомните, дети, главное правило пунктуации после смайлика, запятая, не ставится. Поэтому давайте наблюдать за теми процессами, которые происходят в современном русском языке. Некоторые из этих процессов я попыталась осветить в своем курсе «Русский язык с мимозой». Всего у нас в этом курсе 5 лекций, посмотрите их обязательно. Если вас заинтересуют другие явления, то я предлагаю вам послушать свой подкаст, который называется «Азы языка». Вы можете перейти по QR-коду или просто набрать в интернете. И там вы можете найти информацию, которая касается и других процессов русского языка. Ну что же, ребята, благодарю вас за внимание, за то, что вы просмотрели курс лекций. И я надеюсь, что он дал вам представление о том, что современный русский язык – это живой организм, живой как жизнь, да, используя фразу Корнея Чуковского, хочу сказать. И процесс, который в нем происходит, мы изучаем, наблюдаем, анализируем. А что останется, это покажет время. Спасибо и до свидания. Продолжение следует...